У меня аж сводит в некоторых местах, у меня левую стопу, она хочет получить правильную работу. Могу вам сказать со всей уверенностью, что стопа – мега важное место в вашем теле. Это стоит сделать хотя бы разочек для того, чтобы понять, насколько сильно вы себя обделяете. Здравствуйте, друзья! Я Станислав Черноног, автор и создатель школы векторного массажа и соматики. Мы вам покажем в этом видео, как работать со своими стопами. У нас прекрасное есть видео по массажу стоп. И в этом видео мы расскажем, что вам делать, если у вас нету своего личного массажиста стопы. И вам все-таки хочется получить массаж стопы. Пару слов про сам массаж. Это очень толковое занятие. Во-первых, это приятно, во-вторых, это полезно. А в-третьих, это полезно для вас, как для профессионала. Дело в том, что вы общаетесь с людьми, делаете какую-то работу с другими людьми. И по факту у вас очень мало возможности узнать, что они, собственно говоря, чувствуют. Они вам рассказывают. Самый стандартный комментарий, который вы получаете после того, как сделали массаж, был нормальный. Это совсем не та информация, которую хочется получить от клиента. Хочется понять, насколько было мощно, насколько было интересно, насколько было целостно, насколько было приятно, насколько было болезненно и насколько было полезно и приятно от того, что было болезненно. Есть масса подробностей того, что вы хотели бы узнать, что чувствует ваш пациент. и у вас не существует каких-то мало мальски внятных способов получить эту информацию редко когда вам попадается говорили вы пациент который все вам расскажет как на блюдечке вот соответственно если вы хотите улучшать свою практику то вам надо понимать что они там чувствуют внутри своего тела и научиться понимать какие движения были хорошими какие были плохими какие вообще не попадали и вообще где расположена то место в которое надо было попадать потому что в тот момент когда вы трогаете себя находите какой-то существенный и чувствительный элемент вы научаетесь находить руками ориентиры вокруг которых вам надо работать для того чтобы попасть в эти ориентиры в теле пациента ваше личное ощущение является самым лучшим подкреплением ориентиров и когда у вас уже есть ощущение вы можете найти анатомические ориентиры вокруг которых вы будете плясать в теле пациента кроме того это очень клевая работа когда вы умеете работать с собой вы погружаясь в работу с собой вы проводите исследование вы придумываете новые подходы того как это должно быть на пациенте вы обнаруживаете в себе какие-то новые артефакты которые вы не можете обнаружить в теле пациента вы лечитесь довольно сложно бывает найти качественные руки для того чтобы вы работали для того чтобы с вами поработали потому что если вы развитый и хороший специалист то у вас есть требование того как с вами должны работать как правило довольно сложно бывает найти того специалиста который будет работать именно так как хочется вам в тот момент когда вы работаете с собой вы можете позволить все чего вы хотите именно в том количестве в котором вы хотите именно с той силой в которую вы хотите казалось бы что все эти комментарии актуальны для экспертов люди которые профессионально регулярно что-то массируют кого-то разминает и прочее прочее но нет все то же самое будет актуально и для вас если вы только впервые по этому видео решили сделать самомассаж стопы во первых это исследование у вас есть стопа она очень важная я могу на уровне человека который занимается более двадцати лет массажом на уровне человека который наработал более 30 тысяч часов в буквальной практике с людьми могу вам сказать со всей уверенностью что стопа мега важное место в вашем теле в тот момент когда вы будете с ней работать вы точно причините себе много пользы вот во вторых кроме пользы это будет самоисследование вы узнаете много интересного про свою стопу массаж стопы будет для вас точно более интересным чем просмотр какого-то мало внятного сериала это приключение попробуйте отнестись к этому процессу как приключение вы что-то узнаете про себя вы сможете понять что вам доставляет удовольствие и вообще-то доставить себе это удовольствие как если бы вам это был этого было мало вы еще и получите от этого пользу пользу в смысле здоровья польза в смысле самоощущения пользу смысле настроения и так хватит разговоров давайте уже работать я буду работать в этом положении когда у меня нога согнута в колени и отведена чтобы получить доступ к стопе собственно говоря вот существуют разные варианты можно работать без масла на сухую я буду работать на масле почему потому что когда мы работаем на масле мы еще вдобавок увлажняем кожу стопы а кожа стопы как правило бывает излишняя роговевшая поэтому некоторое количество масла будет чрезвычайно полезно для кожи стопы вот ну давайте начнем с первого движения она будет без масла возьмите боковую поверхность руки вот эта вот поверхность и этой по боковой поверхностью начните в совершать возвратно поступательные движения в вдоль стопы можно взять немножко масла наносим масло и попробуйте совершать возвратно поступательные движения уже на масле мы делаем это противоположной рукой вдоль длинной части стопы попробуйте почувствовать что есть серединка стопы есть внешняя ее часть внешнюю часть удобно массировать уже не боковой частью а костяшками пальцев попробуйте поработать по внутренней части стопы больше вот сюда вот здесь больше будет работать боковая часть основания ладони попробуйте почувствовать это движение как она меняется в зависимости от того в какой части стопы вы работаете работаем боковой частью стоп кулака работаем костяшками пальцев работаем основанием ладони сущность на движение одно и то же потом берем вторую руку и начинаем работать немножко наискосок если вы видите я захожу чуть-чуть на предплечье вот здесь вот проходит очень важная структура задняя большеберцовая мышца у нас есть отдельное видео на канале посвященная задней большеберцовой мышцы вот здесь проходит сухожилия задней большеберцовой мышцы она крепится где-то вот здесь вот ее конечное прикрепление где-то в серединке стопы вот сухожилия очень часто прирастает к окружающим тканям там возникает отёте там возникает болезненность так вот мы сейчас работаем по сухожилию задней большеберцовой мышцы работаем одноименной рукой можно делать это через кулачок можно это делать пилищем движением здесь же проходит длинный сдебатель большого пальца здесь же проходят длинный сдебатель пальцев тоже у них есть сухожилия они имеют свойство срастаться между собой у них есть специальные каналы эти сухожилия имеет свойство срастаться с этими каналами застаивается жидкость отёте и прочее прочее в общем очень хорошая полезная работа вдобавок приятное можно также промассировать внутреннюю часть пятки это рефлекторная зона почек так что если у вас есть проблемы с отеками не стесняйтесь массируем боковую часть 5 вот я естественным образом перешел к следующему движению у меня есть основание ладони вот вот этот вот выступ здесь на локтевой части ладони я могу взять этот выступ и этим выступом помассировать круговыми движениями по ходу сухожилий и по внутренней поверхности пятки хорошее чувство когда вы чувствуете что стопа начинает разогреваться можно чередовать все те движения которые мы делали до этого между собой снова растирание снова приятно снова периодически меняйте руки для того чтобы руки отдыхали чтобы руки не застаивались круговые движения вот мне маловато масло я добавляю еще масло я чувствую что масло мало исходя из того что рука перестает скользить может быть ситуация когда вы перельете масло особенно в начале это часто случается рука тогда начинает проскальзывать можете избыток масло переместить по надев вверх вот вот такая вот поверхность вот здесь вот начинаем совершать вращательные движения от себя если в этом случае мы высвобождали структуры от более глубоких слоев растягивали их то здесь мы их сдвигаем и высвобождаем их от структур идущих в другом направлении условно говоря у нас есть широкое сухожилие стопы квадратная мышца стопы а по невроз стопы и вот мы а существует структуры которые идут вот таким вот образом нам их нужно друг от друга отделить вот мы сначала отделяем их в одном направлении потом отделяем их в другом направлении вращательное движение позволяет это сделать более эффективно важным моментом появляется получение удовольствия от того что вы делаете если как-то не очень получается что делаем замедляемся и начинаем действовать так чтобы удовольствие получалось вращательные круговые движения можно зафиксировать если стопа болтается можно другой рукой зафиксировать стопу следующим движением будет движение когда мы захватываем стопу с тыльной стороны и большими пальцами начинаем ее выминать мы как будто бы надавливаем таки вот квадратным пальцем надавливаем вниз пикирующим движение в глубину нам надо осознать что стопа состоит из множества косточек что есть мышечная система и есть костная системы и попробовать осознать что косточки существуют и попробовать пощупать эти косточки стопа у нас состоит условно говоря из нескольких частей есть собственно говоря пальцы есть пятка та часть которая ближе к пятке это пред плюс на та часть которая дальше от пятки это плюс на таким образом мы берем своей рукой за плюс ну и пробуем найти косточки плюсные которые фактически является продолжением наших пальчиков вот мы находим пятую пятую плюс него и кость которая относится к мизинцу находим четвертую плюс него и кость которая относится к безымянному пальцу стопы третью плюс него и кость которая относится к среднему пальцу вторую плюс него и кость которая относится указательному и первую плюс него и кость которая относится к большому пальцу стопы это очень интересная работа там много чувствительных точек мы Мы глубоко забираемся в стопу и отделяем эти структуры друг от друга, там проходят так называемые червеобразные мышцы, они маленькие, они очень часто напряжены, стопа у человека, живущего в обуви, ходящего в обуви, бывает избыточно напряжена и зажата, это плохо отражается на нашем здоровье, и условно говоря, когда вы ощупываете кости плюсные, когда вы заходите в пространство между костями плюсные, это очень приятно, временами довольно болезненно, но что точно могу вам сказать, очень полезно. Если мы говорим про то, как это выглядит на корпусе, на надето, у нас есть такой квадратный большой палец, который заходит сверху вот таким вот образом, есть пальцы руки, которые позволяют захватить косточку пальцев стопы. Вы как будто берете в щипцы косточку и сжимаете ее с разных сторон, проходя последовательно от дальней части косточки к ближней и наоборот, от ближней части косточки к дальней. Это очень хорошая работа. Особо я бы хотел выделить кусочек работы, который относится к межпальцевым перепоночкам. Место, где пальцы переходят в плюсну, между пальчиками существуют особые кожные перепоночки. вот, во-первых, там существует особое сухожилие, которое фиксирует эти косточки между собой, обеспечивая им большую устойчивость и стабильность. Вот здесь существует в этих перепоночках огромное количество рефлекторных точек, огромное количество рефлекторных точек. И эти точки бывают зачастую очень болезненны, вот. Когда вы берете, опять же, как щипцами двумя пальцами, захватываете эту перепоночку и начинаете ее проминать. Если вы нашли какую-то острую точку, то вы уменьшаете степень надавливания и находитесь в этой точке до того момента, пока острая болезненность не пройдет. Это может занять буквально несколько минут для одной точки. Ваше тело точно будет вам благодарно за то, что вы промнете эти точки. Вы почувствуете, каким образом это может быть жжение, это может быть острая боль, и вы почувствуете, как стопа в целом будет очень сильно расслабляться после того, как это жжение и боль пройдет. Для разных пациентов это будут разные межпальцевые перепонтии. Вот у меня, например, между вторым и третьим явная боль. Прямо жжется, довольно сильно это ощущается. Я чувствую, как по мере того, как я надавливаю, боль отходит и по стопе распространяется приятное тепло и расслабление. межпальцевые перепонтии. К слову сказать, можно поработать и с самими пальчиками. У нас есть суставы больших, суставы пальцев. Как мы за них беремся? Мы ощущаем суставчик, как некое расширение. Вот у нас есть косточка. Мы идем по косточке. Потом мы находим, как будто бы шарик. И мы этот шарик начинаем ощупывать с разных сторон. Нижние пальцы являют собой опору, верхний палец активный. Как если бы вы перекатывали в своих руках шарик. Чупа-чупс возьмите и попробуйте его повертеть между двух пальчиков. То же самое вам нужно сделать и с суставами пальцев. Вы обнаружите, что в некоторых местах там существует по суставам острая болезненность. Это, скорее всего, воспалительные процессы по суставам. Стопы редко бывают здоровыми. Вот таким вот образом хорошо бы пройти все суставы. Особое внимание рекомендую вам уделить на сустав большого пальца. Здесь очень часто у людей растет косточка на большом пальце. Он часто бывает остро болезнен, прямо мучительно болезнен. Вот. Попробуйтесь пройтись по всем тем местам, где сустав большого пальца болезнен. Хорошим способом для большого пальца является захват между основанием большого пальца и вот этими вот остальными пальчиками. Такая большая жменька. Вот. Почему это хороший способ? Потому что у нас пальцы вообще на руке устают. А когда мы работаем основанием большого пальца, это не столь физический затрат. Кроме того, когда вы работаете двумя пальчиками, то площадь прикосновения, она довольно маленькая. Когда вы работаете основанием большого пальца, то это приятно. довольно любопытным моментом будет понимание того, что у вас большой палец и основание большого пальца на противоположной руке будет очень существенно сопряжено с большим пальцем на своей наде. То есть я работаю сейчас с правой ногой и у меня проблемы по большому пальцу правой наде будут соотноситься с проблемами по большому пальцу левой руки. Поэтому довольно хорошая продуктивная работа, это когда вы берете противоположную руку и начинаете основанием большого пальца на противоположной руке выминать основание большого пальца на своей наде. Диагональ. Вот можете почувствовать, что если у вас есть болезненность по большому пальцу правой наде, то скорее всего у вас будет болезненность по большому пальцу левой руки. Это довольно любопытный и важный для понимания того, как тело работает, момент. Если у вас после массажа наде своими собственными ручками заболели эти самые собственные ручки. Это хорошая новость, потому что мы запишем через некоторое время видео, посвященное самомассажу руки и ладони. Подписывайтесь на наш канал для того, чтобы не пропустить это видео. Работаем с суставом большого пальца. Аналогичным образом мы можем работать с суставчиками пальцев в более далеких фалангах. У нас есть сустав, который разделяет, отделяет фактически пальцы от плюсной. Есть следующий сустав, его также можно проработать, обжимая его со всех сторон. Существует по два сустава на всех пальцах, кроме большого пальца. Ближний сустав и дальний сустав. Они тоже бывают довольно чувствительны. один сустав и второй сустав. Существует особое место в стопе, это место, где палец переходит в подушечку пальца. Следующим интересным движением будет движение по пальчику, по той поверхности, которая сокращается в тот момент, когда мы пальцы сокращаем. Так вот, идете по подошвенной стороне пальчиков и особое внимание уделяете местам, где сухожилия переходят через сустав. Эти места тоже частенько бывают довольно болезненные. Если у вас скрюченные пальцы, то уделите этим местам особое внимание. сжимание, скрючивание пальцев происходит из-за того, что эти сухожилия прирастают к самим пальцам. Вместо того, чтобы иметь свободу перемещения, они срастаются, что приводит к скрючиванию. Особое интересное место на стопе – это место, где начинается подушечка пальца. можно взять эту подушечку и потеребить ее, понадавливая в сторону от себя, как бы удлиняя эту подушечку. Аналогичным образом проходится каждый пальчик. Надо сказать, что мы сейчас показываем версии, где вы работаете практически со всеми структурами. Вы не обязаны это делать каждый массаж. Возможно, в какой-то момент вы берете и проминаете исключительно подушечки пальцев. В какой-то момент вы проминаете суставы пальцев. В какой-то момент вы сконцентрированы на своде стопы. В какой-то момент вы будете сконцентрированы на внутренней или внешней пятке. Следующим движением, которое мы сделаем, будет движение выщипывания. У многих из нас нарастают по стопе натоптыши. Мы захватываем основным местом для натоптыша, естественно, является часть плюсны, особенно со стороны мизинца или со стороны большого пальца. У некоторых вырастает натоптыш на середине стопы. Это сопряжено с тем, что у людей отсутствует поперечный свод стопы. У многих возникают проблемы по пятке, по внешней части пятки, по внутренней части пятки, по передней части пятки иногда встречаются проблемы. Наша задача взять кожу на стопе и ее как будто бы щипцами захватывать и немножечко повыдавливать. Ваша задача захватить кусок кожи и ущипнуть себя за него. По первости проявляйте деликатность. Это может быть довольно остро болезненно, но тем не менее это очень полезное движение. Хорошо бы пройтись по всем тем местам, до которых у вас хватит фантазии. прежде всего это внешний край стопы. Особое внимание, если у вас есть какие-то натоптыши, уделяйте на эти натоптыши, захватывая их с разных сторон. Это способствует тому, что структуры натоптыши это некая структура, которая погружена в глубь стопы. Это структура, которая мешает разным тканям двигаться друг относительно друга. Вы захватываете натоптыш и начинаете как бы отделять одну часть тканей от другой кожи, от подкожной жировой клетчатки, подкожную жировую клетчатку от фасции, фасции от сухожилий. Таким образом, как бы выщипывая, вы разделяете разные части тканей. Это и приятно, и полезно. Натоптыши – это довольно вредная часть нашего существа. То есть, они нас спасают от чего-то не очень хорошего, от того, чтобы мы травмировали себя стопу. Но в какой-то момент защитная функция, целебная часть натоптыша превращается в разрушительную часть. Когда натоптыш сращивает между собой разные структуры, это приводит к каскаду очень негативных эффектов по функционированию стопы. Например, у нас уменьшается подвижность в стопе. Например, у нас тело получает ложную информацию о том, на что мы опираемся, и по-другому неправильно выстраивает функционирование всего тела. Таким образом, работа с кожей, обеспечение себя состояния, когда кожа может двигаться свободно, вдруг относительно более глубоких структур, она очень полезна. Следующей важной частью является работа по дальней пятке. вот здесь мы опять же работаем пикирующими движениями. Эта работа очень перспективная, она улучшает свод стопы, она стимулирует внутренние органы. Здесь у нас по своду стопы расположены органы брюшной полости, половые органы, то есть прямо простор. Я вам могу сказать со всей экспертной уверенностью, что работа по своду стопы существенно улучшает функционирование внутренних органов. Я это видел прямо в течение сеанса массажа, который делал на стопу. Поэтому работайте со сводом стопы долго, с удовольствием, со вкусом. Наблюдайте, как будет изменяться ваше ощущение внутри кишечника. Я чувствую, что я согрелся, мне гораздо более расслаблено, и я чувствую, как у меня пищеварительная система работает по-другому. Ну вот, например, я немножко знаю, мне хочется вот сюда вот уделить внимание, чтобы поработать с регионом желчного пузыря. Вот он, соответственно, вот здесь вот расположен, и я чувствую отклик и отзыв внутри своей брюшной полости. Если вам интересны рефлекторные зоны стопы, то существует довольно большое количество атласов, где картированы, где какой орган расположен. До некоторой степени это индивидуально для каждого человека в отдельности. Не существует строгой и жесткой последовательности, но общее представление вы можете получить. Кроме того, работайте с тем местом, которое у вас болит, и будет вам счастье. Следующим существенным моментом будет работа в технике продавливания по месту, где у нас пяточная кость соединяется с большеберцовой костью. Вот здесь вот у нас есть такая штука, как таранная кость, пяточно-таранный сустав, есть связка, которая соединяет у нас пяточную кость с большеберцовой костью. Вот эта вот зона очень важная. Тоже с ней проработаете. И, наконец, последнее место, с которым мы обязательно должны поработать, это зона удерживателей. Стопа с внешней стороны удерживается несколькими структурами, которые не позволяют сухожилиям занимать кратчайшую траекторию между пальцами и коленом, например. У нас стопа все равно здесь компактная. Есть структуры, которые не позволяют сухожилия натягиваться напрямую. Это довольно удобно, что у вас аккуратненькая лодыжка, которая не расширяется каждый раз, когда вы совершаете какое-то движение в стопе. Но, тем не менее, эти сухожилия частенько застревают под удерживателями. Поэтому нам надо понимать, что есть удерживатель в начале подъема, есть удерживатели с боковой стороны. Вы можете поделать это вот такими движениями, когда вы берете внутреннюю поверхность между указательным пальцем и большим пальцем и начинаете этой поверхностью совершать такие движения вращательные. Как будто бы вы делаете крапивку, но это в основном довольно приятно. И, наконец, интересным моментом будет, я немножко поменял положение, когда вы идете по боковой поверхности, выминая сдебатель мизинца, мышцу отводящую мизинец, по внешнему краю. Это влияет на баланс стопы по внешнему краю и внутреннему. Как вы понимаете, у нас стопа имеет горизонт опоры на внутреннюю поверхность. И это приводит к тому, что у нас свод стопы заваливается. И у нас стопа имеет склонность заваливаться на внешнюю сторону стопы. Это приводит к тому, что у нас растет косточка на большом пальце. Работа с боковой поверхностью стопы приводит к тому, что мы балансируем стопу относительно внешнего края. Работа с внутренней поверхностью стопы, продавливание по большому пальцу стопы, балансирует стопу по внутреннему краю. Очень важно совершать работу и по внутренней поверхности стопы, по большому пальцу, и очень важно совершать работу по мизинцу, по внешнему краю стопы. И в конце, чтобы получить завершение, рекомендую совершить несколько поглаживающих движений по стопе. Можно ее охватить снаружи, изнутри, по стопе, по тыльной поверхности и совершать несколько движений, когда вы захватываете, как будто бы захватываете мокрое полотенце. Не с целью его выжать, а немножко пододжать. И прессующими движениями сдавливаете стопу, как будто обеспечивая ей ощущение границы. Довольно интересным моментом будет понимание того, стоит ли работать со второй стопой после того, как вы поработали с первой. Я вам рекомендую для исследователей целей сначала поработать с одной стопой, а со второй не работать. Походите так некоторое время. Поживите с одной размятой стопой, а с другой не размятой стопой. Вы будете реально удивлены, заметив масштаб разницы, который вы получили после того, как поработали с одной стопой и не поработали с другой. Моя левая стопа, с которой я не работал, сейчас буквально вопит. А как же я? Что же? Я вот смотри, какая у меня сводит в некоторых местах, у меня левую стопу, она хочет получить правильную работу. Это стоит сделать хотя бы разочек для того, чтобы понять, насколько сильно вы себя обделяете, не работая со своими стопами. Чтобы левая или правая стопа, с которой вы не работали, сообщила вам, насколько ей нехорошо в повседневной жизни. Вообще-то, конечно, рекомендовано работать и с левой, и с правой стопой. Вы обнаружите, это отдельная песня, обнаружите, насколько они между собой различаются. Там будут разные точки, разная плотность, разная чувствительность. И отдельная совершенно песня – это работа с мышцами голени. Самомассаж мышц голени, где мы работаем с задней большеберцовой мышцей, с мышцами, сгибающими пальцы, с мышцами боковой поверхности голени, с мышцами большеберцовыми раздебателями пальцев. Стоит также поработать со связочным аппаратом голени. Это крепление малоберцовой кости к большеберцовой, соединение берцовых костей с таранной костью, с пяточной костью. Всё это важный большой кусок работы, который мы вообще не затрадивали в этом видео. Вообще, на нашем канале мы планируем развивать тему самомассажа, поэтому обязательно напишите в комментариях, насколько вам это интересно. Какие регионы будут для вас особенно интересны и значительны. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы хотите получать информацию о наших новых видео. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Ставьте дизлайк, если оно вам не понравилось. Комментируйте, обсуждайте, рассказывайте нам о том, что вам будет интересно. Направляйте наш канал в ту сторону, которая вас занимает. Я Станислав Черноног. Автор и создатель школы векторного массажа и саматития. Здесь, на нашем канале, мы будем говорить о том, как правильно делать массаж и как на этом зарабатывать. До новых встреч, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!